Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня собираюсь приготовить суп лапшу куриный. Причем лапша у меня будет двух видов. Одна всем привычная на желтках, а вот вторая зеленая с кинзой и чесноком. Причем на мой вкус вот эта вот вторая просто супер. Суп с ней вкуснее раза в два. Ну и чтобы совсем уж вас добить, готовить буду это великолепие на богатом бульоне. Приступим. У меня в морозилке завалялась парочка куриных остовов. Я их размораживал всю ночь в холодильнике. Есть еще и целая курочка. Вот ее разделю на части. Концы крылышек тоже на бульон пойдут. Теперь остовы надо разделить на более мелкие части. На их основе буду готовить бульон. Для сегодняшнего варианта все косточки, все обрезки нужно предварительно подрумянить. Делать буду это на рафинированном масле. Поджаристые бачка дадут бульону особенно классный вкус. Еще понадобятся овощи. Морковь, пастернак, лук репчатый, лук порей, стебли сельдерея, чеснок. Солить ничего не надо. Доводим до кипения, снимаем пену и варим при очень слабом кипении час-полтора, в зависимости от того, от какой курицы ваше остовы. Если это домашний, то и подольше надо поварить, естественно. А сейчас есть время заняться тестом для лапши. Нужны желтки. Белки, естественно, не выбрасываем, их можно на безе пустить, ну что придумаете, короче. Тесто можно замешивать и руками, но мне удобнее воспользоваться кутером. Желтки сюда. Соль. Воды по весу столько же, сколько желтков. Мука семолина, она же манка. И мука пшеничная высшего сорта. И сейчас немного пожужжать. Однако осторожно, не спалите кутер. У меня он мощный, поэтому мне не страшно. Видите, вымешивать надо вот до таких вот влажных крошек. Ну, а дальше ручками. Месить надо всего минут 7-8. До тех пор, пока тесто не станет гладким. Вот таким. Теперь заматываю его в пищевую пленку и убираю в холодильник на полчаса. И готовлю тесто для второй лапши, для зеленой. Кинзу с чесноком нарубить, чтобы проще пыль в кутере измельчалась. В зеленую лапшу яйца идут целиком. И белки, и желтки. Также добавляю соль и масло. А теперь, прежде чем добавлять муку, надо пожужжать, чтобы вся зелень и весь чеснок разбились полностью в пыль. Отлично! Теперь муку сюда в таком же соотношении с семолиной, что и в первую лапшу. Ну, а дальше все то же самое. И это тесто тоже вымешиваю ручками. Красота! Тоже в пленку и тоже в холодильник на полчаса. Бульон варится, тесто стоит в холодильнике. И есть время нарезать стандартный овощной набор для супчика, стандартный для французских супов. Он, набор овощей, практически такой же, какой варится сейчас в бульоне. И, естественно, можно эти овощи сейчас не добавлять, потому что на вкус кардинально они не повлияют, но ради красоты готового блюда в тарелочке я добавлю. Много не надо, и нарезаю помельче. Подготовительные процессы завершены. У меня перерыв. Полчаса прошло, можно заняться лапшой. Надо раскатывать тонко и нарезать. Резать буду ножом для пиццы. Все, теперь нарезанную надо подсушить и хранить ее так же, как вы, например, магазинную храните. А мне пора раскатывать зеленую. По идее, заготовкой лапши можно заниматься заблаговременно, не тогда, когда вам приспичило суп-лапшу приготовить. Ну или собрались вы готовить суп-лапшу, так готовьте тесто для лапши и лапшу катайте сразу в количестве, чтобы на 5-6 кастрюль хватило. Сколько-то используете, а все остальное оставите до следующего раза. Пора делать поджарку из овощей. Масло использую опять же, без запаха. Овощи сюда. Обжариваю при помешивании минут 10, затем выключаю под кастрюлей нагрев. Бульон между тем уже сварился, пора его процедить. И вот теперь-то, наконец, можно готовить сам суп. И сюда отправляется куриное мясо. Довожу до кипения, снимаю пену и варю 20 минут. 20 минут прошло, теперь сюда отправляются овощи. И сразу посолю. А я пока за кадром сниму мясо с тех остовов, которые варились в бульоне. Овощи, конечно, все выброшу, они уже вываренные. Курица сварилась, надо делить мясо от костей и измельчить. Ну вот, все готово. Вы спросите, а где же лапша? Домашняя лапша разваривается в бульоне моментально. Если вы сразу всю вывалите в кастрюлю и всю кастрюлю сразу же не съедите, то уже через полчаса или к вечеру, когда вы соберетесь вторую тарелочку навернуть, она вся разбухнет. И это будет уже не суп с лапшой, а какое-то безобразие. Поэтому собрались порцайку супчика съесть. По ловничкам в маленькую кастрюльку отложили, сколько вам нужно на порцию. Лапшички бросили. Довели до кипения. Огонь убавили. 2-3 минуты подождали. Так, чтобы лапша сварилась. И перекладывайте в тарелку, и будет вам счастье. Супчик лапша со свежей лапшой, а не с разваренной в хлам. Вот он, порцайка с яичной, а вот с зеленой. Это очень вкусно, просто дико вкусно. Здесь настолько насыщенный бульон. Вот реально богатый бульон. Он, конечно, переворачивает с ног на голову это блюдо. Такая насыщенность. Курочка слегка поджарилась. Поэтому она дала свой аромат поджаренной курочке в этот бульон. Очень богатое количество овощей. Конечно, получилось много мяса куриного. Потому что из костей, из этих составов получилось. И ножку туда еще положил с крылышком. Сами видите. А уж лапша с кинзой, с чесночком, это классно. И тут, конечно, еще очень важно соблюсти баланс. Потому что чем больше кинзы, тем вкуснее лапша. Но чем больше кинзы, тем сложнее тесто раскатывается. Поэтому тут нужно поймать тот момент именно для вашей муки, чтобы лапша еще раскатывалась, чтобы она еще не рвалась. Но максимум при этом был в ней кинзы. И это будет классно, поверьте. В общем, вот эта тарелочка с яичной лапшой тоже хороша. Сейчас один из моих любимых операторов ее смело заточит. Заточишь – кивает. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки. Если что-то не нравится, не стесняйтесь пендюрить дизлайк. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok